Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Известно, что дети подобие и продолжение своих родителей. Анастасия Голуб, дочь Марины Голуб, еще одно тому подтверждение. Ее мать часто пропадала на работе, однако девочка не была обделена родительской любовью. В 2012 году произошла трагедия. Марина Голуб погибла в результате страшного ДТП. Женщина родила Анастасию от Евгения Тронина. Он познакомился с Мариной совершенно случайно. Мужчина просто подвозил ее и в поездке у них завязался разговор, в результате которого они обменялись номерами. Евгений очень красиво ухаживал за девушкой. Он проявил настойчивость и очень быстро предложил Марине руку и сердце. Но она сомневалась в силе своих чувств, поэтому хотела отказать. Тогда в их отношения вмешался Григорий Ефимович. Он смог уговорить свою дочь согласиться на брак. Дело в том, что по сообщениям СМИ родители Марины тоже друг друга не любили, но она считала отношения мамы и папы идеальными. Но сама актриса так и не полюбила мужа. Она пыталась смириться с этими отношениями, но эти попытки не увенчались успехом. В результате брак прожил совсем недолго. Дело в том, что супруги были по характеру совсем разными людьми. Им было тяжело ужиться в одном доме. Масло в огонь подлило и то, что Евгению было все равно на успехе жены в работе. Тот хотел, чтобы супруга ушла из театра и полностью посвятила себя хозяйству. В итоге голубь не выдержала и ушла от мужа. Даже узнав о беременности, она не стала к нему возвращаться. Женщина понимала, она сама виновата в том, что вышла замуж за нелюбимого. После развода Марина и Евгений сохранили хорошие отношения. У актрис родилась дочь Настя, которая очень похожа на маму, не только внешне, но и характером. Евгений активно участвовал в жизни девочки. Особенно чувствовалось его участие и поддержка в момент, когда Марина не стала. Девушка хотела стать актрисой, но мать отговорила ее от этой идеи. В итоге она поступила на продюсера. Уход Марины стал тяжелым ударом для ее дочери. Дело в том, что для Насти мама была самым близким человеком. Девушка очень долго не могла смириться с потерей, но со временем она поняла, что жизнь должна идти дальше. Со временем Анастасия стала директором на телевидении. Затем она со своим коллегой открыла продюсерскую компанию. В личной жизни у нее, насколько известно, все хорошо. У Насти есть любимый мужчина, фото с которым она как-то выложила в интернет. По словам самой девушки, она счастлива с этим человеком. У них схожи взгляды на серьезные отношения, поскольку оба они мечтают о крепкой семье. А как вы думаете, дорогие подписчики, Настя похожа на Марину? Своими мнениями делитесь в комментариях.